В огонь и в воду на помощь людям. В правительстве региона наградили детей героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Ребята, рискуя жизнями, спасают людей в пожарах и на водоемах. За воспитание неравнодушных подростков поблагодарили родителей и учителей. Татьяна Кияева пообщалась с молодежью. Дарина спасла из пожара маму, младшего брата и сестру. Семья жила в частном доме. Все спали, когда ночью из-за неисправности электропроводки вспыхнул огонь. Первый неладный, а почувствовала старшая дочка. Дарина разбила в детской комнате окно. Младшего брата ему в данный момент было тогда два года. Передала мужу ребенка, вернулась. Только прошла кухню. В очередности комнаты начали загораться. Ну вот только мы окно в зале успели разбить. Первая выбралась младшая дочь, потом Дарина вытолкнула меня. 13-летний Артем из Шелковичихи спас жизнь утопающего дедушки. Парень шел домой, когда услышал со стороны пляжа крики о помощи. Звали две девушки. Они видели, что мужчина уходит под воду. Дедушка тонет. Я говорю, где? Они показали, где. Я пошел туда, побежал. Разделся и начал к нему поедеть. Тяжело немного было. Тащить там течение было. Немного заносило его. Я начал на берег вытаскивать. Там мне помогли. По итогам всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в правительстве Новосибирской области наградили и вручили памятные медали за проявленное мужество четырем подросткам. Герой – это человек, который способен к самопожертвованию. И это вечная ценность, каким бы пенным ни казался текущий день. Уважаемые дети, вы герои. Уважаемые родители, вы мои, вы наши герои. Спасибо вам за ваш родительский труд. Проект «Дети-герои» реализуется в России с 2014 года. За это время по всей стране наградили почти полторы тысячи ребят. Татьяна Кияева, Андрей Руднев, Новости ОТС.